Новости продолжает эфир. Канал Ахабар 24. Студии работают Хасан Асраилов и Вера Захарчук. Здравствуйте. В Актюбинской области локомотив столкнулся с пассажирским поездом сообщением Бишкек-Самара. В результате два вагона и тепловоз сошли с рельсов. Пострадавших нет. Устраняли аварию больше семи часов. Сейчас пассажирский поезд уже отправился по своему маршруту. Причины обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия. Сообщили в КТЖ. В полиции Актюбинской области прокомментировали ДТП со школьниками, в результате которого скончалась несовершеннолетняя девочка, а четверо других пассажиров оказались в больнице. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Авария произошла накануне вечером на четвертом километре автодороги Шалкар-Базой. За рулем внедорожника находился 15-летний подросток. Он не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. По факту аварии начато досудебное расследование. К событиям в мире. Товарный поезд сошел с рельса в американском штате Огай. Инцидент произошел недалеко от города Спрингфилд. С путей слетели 20 вагонов. Железнодорожная компания, владеющая составом, заявила о том, что пострадавших нет. О причинах ЧП не сообщают. За последний месяц это уже не первый подобный случай. В Огай месяц назад в этом же штате сошел с рельсов другой товарный состав, принадлежащий той же компании. Правоохранительные органы Австралии совместно с коллегами США накрыли крупнейшую партию наркотиков в истории. В ходе международной операции изъято около 2,5 тонн кокаина. На черном рынке стоимость такой партии оценивается почти в 700 миллионов долларов. Местные власти сообщают о причастности мексиканского картеля к поставке груза в Австралию. По данному делу задержаны 12 подозреваемых. Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек. Об этом заявили на брифинге глава МВД Сулейман Сойлу сообщил. По его словам, число авторшоков за почти месяц превысило 13 тысяч. Он отметил, что работы по сносу поврежденных зданий идут одновременно с разбором завалов. В частности, в Антаке разрушено более 58% зданий. Единовременное пособие в 10 тысяч лир или почти 230 тысяч тенге получили более миллиона семей. Напомню, землетрясения произошли в Турции 6 февраля. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и в соседних государствах. Продолжение следует... Ожидается, что пост главы государства в третий раз займет Си Цзиньпин. В своем выступлении премьер подвел итоги работы за прошедший период и определил задачи на текущий год. Планы на год. Следующий рост ВВП примерно на уровне 5%. Безработица удержится на уровне почти 5,5%. Продолжится сокращение удельной энергоемкости ВВП и суммарных выбросов основных видов загрязняющих веществ. Особое внимание будет уделено ограничению потребления ископаемых источников энергии. Улучшится экологическая обстановка. Мы будем придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики. Развивать отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами мира. Штормовое предупреждение объявлено сразу в нескольких регионах Казахстана. По данным Казгидромета, осадки в виде снега и дождя, а также гололед, ожидаются практически на всей территории страны. Метеорологи предупреждают об усилении ветра местами до 20 метров в секунду. На севере, востоке и в центре республики ожидается низовая метель, а на западе и юге туман. Департамент ПУЧС Алматы предупреждает о лавинной опасности. По их информации, в период с 5 по 7 марта в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки, возможно, сход снега, спасатели рекомендуют в ближайшие дни воздержаться от походов в горы. А в случае непредвиденных ситуаций можно обращаться за помощью по номерам 112 и 109. Члены предвыборного штаба партии «Аманат» прибыли в Кызылардинскую область. Сначала партийцы обсудили актуальные вопросы в сфере образования с педагогами. Затронули также повышение заработной платы библиотекарей, лаборантов и других технических работников. Позже на площадке многопрофильного агроиндустриального комплекса «Жанна Рай» аманатовцы поговорили с коллективом Казахского научно-исследовательского института, руководство о нехватке поливной воды и системе субсидирования. Состоялась встреча и со спортивной общественностью с участием более 400 человек. Члены штаба рассказали спортсменам об инициативах партии в развитии профессионального и массового спорта, а также о популяризации здорового образа жизни. Учителя воспитывают будущее поколение, поэтому ваш труд здесь имеет особую ценность. Кандидаты в депутаты от партии АУЛ провели агитационную работу в компании Кайнар Мунайгас в Атараусской области. На встрече с нефтяниками они представили предвыборную программу и ответили на интересующие вопросы работников. Побывали кандидаты также в отдаленных крестьянских хозяйствах. На встрече с партийцами у каждого фермера появилась возможность рассказать о проблемах, которые их волнуют. Ознакомилась делегация исходом строительства тепличного комплекса. На этой территории больше 5 гектаров земли строят теплицу по голландской технологии, которая будет обеспечивать овощами Атараусский регион. Здесь находится очень много квази-государственных предприятий, в том числе нефтедобывающих, газоперерабатывающих предприятий. В основном эти предприятия овощную продукцию, продукцию продовольствия покупают из-за рубежа, из соседних государств. Поэтому обеспечение собственной продукции является актуальным для данного региона. Какие новшества могут привнести женщины в парламенте, обсудили в партии «Республика». Ее представители с предвыборной матурной приехали в Петропавловск. Особый акцент на встрече с жителями областного центра был сделан на разговоре о гендерном равенстве в стране. Участники встречи активно задавали вопросы и высказывали свое мнение о роли женщины, как в семье, так и на работе. Партийцы также представили основные пункты своей предвыборной платформы. Больше внимания уделили социальному направлению и поинтересовались, какие проблемы волнуют жители Петропавловска. С начала агитационного турне республиканцы посетили более 10 регионов. Электоральная кампания продолжается на севере страны. Следующая остановка – город Кокшетал. Республиканский предвыборный штаб Народной партии Казахстана продолжает агитационное турне по регионам. Активисты политобъединения побывали практически в каждой области страны. В Актау члены штаба НПК встретились с коллективом одной из крупнейших местных строительных компаний. На рынке она больше 10 лет специализируется на возведении жилых домов. Партийцам презентовали планируемые объекты, рассказали о планах по улучшению облика города. Также партийцы пообщались с работниками компании, выслушали их пожелания и разъяснили основные пункты предвыборной платформы. Особое внимание во время беседы уделили вопросам развития предпринимательства и обеспечения жильем. Ежедневно члены предвыборного штаба встречаются с населением. При этом мы стараемся уделить внимание жителям районов, чтобы охватить даже самые отдаленные поселки. Встречаемся, разъясняем нашу программу, попутно отвечаем на вопросы избирателей. Продолжение следует... На встречах с населением широко освещается предвыборная платформа партии. Сегодня мы работу ведем по всей Казахстан, проводим агитационную работу. Наша партия по плану, по сетевым графикам. И сегодня мы специально приехали. Уважение алашардинцам. Уважение к ним – это уважение к истории. Предложения по улучшению социальных условий жизни населения озвучили жители Ковши на встрече с кандидатами в депутаты от партии «Акжол». Они также подняли ряд вопросов, связанных с молодежью. Говорили об образовании, медицине, доступном жилье и рынке труда. Члены республиканского предвыборного штаба внимательно выслушали мнение людей и ответили на все их вопросы. В ходе беседы рассказали о приоритетных направлениях своей предвыборной программы. Отмечу, агитационная работа «Акжолосов» повсеместно ведется во всех регионах страны. С начала предвыборной гонки партийцы провели больше пяти тысяч встреч. День открытых дверей прошел в республиканском штабе общенациональной социал-демократической партии. На встречу обсудили широкий круг вопросов и актуальные проблемы, которые волнуют истанчан. Они касались сферы образования, трудоустройства и заработной платы. Социал-демократы поделились видением решения всех озвученных вопросов и рассказали избирателям об основных ключевых направлениях своей предвыборной программы. Мероприятия в онлайн-формате приняли участие и кандидаты в депутаты от ОСДП из других регионов. Всего в предвыборной гонке от партии участвуют 19 кандидатов в Можилис, 21 человек в Маслехаты и 6 претендентов по одномандатным избирательным округам. В рамках Дня открытых дверей мы провели зум-конференцию с регионами. Они поведали нам, какие проблемные вопросы у них поднимаются, с какими проблемными вопросами приходят граждане. Наметили наши планы и сверили, так скажем, часы с нашими регионами. 236 улиц до конца года отремонтируют в Казаларде. В числе масштабных проектов расширение проспекта Султана Бейбарса. 4,5 километра дороги, соединяющей автобан Западная Европа-Западный Китай, трасса Экму-Кольжис-Казган планируют превратить в четырехполосную автомагистраль шириной в 14 метров. Обновят на данном участке фонари уличного освещения и автобусные остановки. По просьбе жителей в областном центре начнут строительство пешеходного моста через канал Казал-Жарма. Переправу построят в микрорайоне Бытирек, где живут больше 10 тысяч человек. В целом, на модернизацию инфраструктурных сетей города из республиканского бюджета выделят порядка 50 миллиардов тенге. Согласно экспертному заключению, на строительные работы отведено 12 месяцев, но мы планируем сдать мост раньше срока, примерно в августе этого года. В Индерском районе от Раусской области успешно развивают предпринимательство. Сельчане активно участвуют в государственных программах, пользуются льготными кредитами и ставят на поток свой бизнес. Подробности у наших корреспондентов. Разведение перепелок житель села Куктугай Нурлубек Байкуатов начал заниматься в 2021 году. На первом этапе приобрел всего 30 птиц. В течение двух лет количество пернатых, отличающихся высокой яйценоскостью, достигло 600 единиц. Останавливаться на этом предприниматель не собирается. Сопланирует участвовать в государственных программах и расширить семейный бизнес. Сейчас государство очень хорошо поддерживает начинающих предпринимателей. И этим надо пользоваться. К примеру, я хочу представить свой бизнес-проект на конкурс безвозмездных грантов. Если выиграю миллион тенге, хочу улучшить условия содержания птиц, расширить пространство и увеличить поголовье до 2000 единиц. Свой бизнес на селе успешно развивает и Батыржан Нурлубеков. Два года назад мужчина принял участие в конкурсе государственных грантов. Полученные финансовые средства потратил на приобретение оборудования для стирки ковров. Оказывает услуги для жителей Индерского и Махамбетского районов. Обеспечивает работой нескольких сельчан. В 2021 году я подал заявку на участие в конкурсе государственных грантов. Выиграл 3 миллиона тенге и привез в Турцию современное оборудование для стирки ковров. Как я обязался, трудоустроил у себя 5 человек. Работаем в хорошей команде. Если молодежь занимает себя современными направлениями в бизнесе, то люди постарше предпочитают вести традиционное хозяйство, отмечают госслужащие. Выращивают домашних птиц, мелкий и крупный рогатый скот. Сельчане активно пользуются мерами государственной поддержки. Знают, насколько это выгодно. Выигрывают гранты, берут льготные кредиты. Успешно ведут свои дела. Специалисты отмечают, что если раньше молодежь из села уезжала, то сейчас понимают, где лучше, выгоднее и эффективнее расти. Стремится наладить не только свою жизнь, но и принести пользу для общества. Айсул Махмутова, Асланбек Шигар, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Хабар-24, Атараусская область. Более 50 видов пестицидов и высококачественных средств защиты растений выпускает завод, расположенный в Степногорске, в Акмолинской области. В прошлом году предприятие произвело более 6 миллионов литров агрохимических препаратов. Аслана Буталипов о работе компании. Отечественное предприятие «Астананан Кимикалс» известно аграриям как надежный постоянный поставщик пестицидов. Почти весь технологический процесс проходит именно здесь, где современные производственные линии и автоматизированное оборудование. Наша команда выезжает, показывает, как правильно готовить растворы, как правильно применять, в какое время применять, потому что есть сезонность применения разных продуктов. Кроме этого, у многих хозяйств нет теплых помещений для хранения этих продуктов. Они имеют право привезти сюда, оставить у нас на заводе купленный ими продукт на ответственное хранение. И когда придет время применения, они могут опять забрать и применить. Ориентир на качество и соответствие мировым стандартам. Каждый технологический этап проходит через строгую экспертизу и лабораторный контроль. Здесь проверяется буквально все, от применяемого сырья до этикеток на канистрах. Всем этим занимается производственно-исследовательская лаборатория, которая имеет международную аккредитацию. Лаборатория контролирует, осуществляет входной контроль сырья и всех компонентов, которые приходят. Готовится лабораторный образец продукции, которую мы собираемся выпускать по рецепторе, которую дает нам главный технолог. Постепенно расширяется и доля казахстанского содержания выпускаемой продукции. Это собственное сырье, добавки и канистры. Но на заводе намерены не останавливаться на достигнутом. Если будет спрос со стороны аграриев, на предприятии готовы выпускать до 50 миллионов литров пестицидов. Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24. На 8% выросла статистика раннего выявления онкозаболеваний в Актюбинской области благодаря внедрению современных методов диагностики. Не последнюю роль играет и сознательность населения, говорят врачи. Люди стали чаще посещать поликлиники, интересоваться состоянием здоровья и активно проходить скрининги. Айсулу Махмутова с подробностями. Боли в желудке 69-летнюю жительницу Актюбе Любовь Мамедову стали беспокоить в конце прошлого года. Жалобы женщина незамедлительно обратилась к участковому врачу и сдала необходимые анализы. Результаты оказались неутешительными, но вполне обнадеживающими. Медики выявили колоректальный рак второй стадии. Спустя месяц пенсионерки сделали операцию, а сейчас уже готовят к выписке. Конечно, операция была очень сложная. Семь часов делали. Спасибо хирургам нашим. Здесь очень хорошие специалисты высшего класса. У них большой опыт. За счет них я хожу здоровой. Бесплатные скрининговые исследования сегодня проводят во всех поликлиниках области. На осмотры приглашают актюбинцев старше 30 лет. К кабинету врачей выстраиваются огромные очереди. У посетителей берут необходимые анализы. При выявлении каких-либо отклонений от нормы направляют к узким специалистам. Люди понимают, что нужно проходить. И они с каждым годом все активнее приходят. И выявляемость есть. За два месяца выявлено два положительных гемокульт-теста. Но среди них онкологии нету. Есть геморрой. Среди маммографии тоже активность хорошая. Люди с удовольствием идут. Потому что очень много у нас выявлено мастопатии есть. Наблюдается каждые два года. За два месяца уже 96 человек у нас прошли маммографию. М1, М2, выявлено М4, М5. Такого у нас пока нет. Благодаря проведению скрининговых исследований и бережному отношению актюбинцев к своему здоровью в регионе выросла статистика раннего выявления онкологических заболеваний. Из трех тысяч человек, состоящих на учете в онкоцентре, у 30% диагностирована первая и вторая стадии рака. Больным назначен полный комплекс необходимых процедур. Безусловно, количество заболеваемости у нас растет. Опять-таки это связано с внедрением методов диагностики, современных методов диагностики. То есть улучшилось. Во-вторых, это сознательность пациентов. То есть они уже начали доверять, участвовать в этих скринингах. Ранняя диагностика – это залог того, что мы можем победить онкологию. Лет 10-15 назад уже опускали руки, скажем так, условно. То сейчас мы уже можем позволить себе сказать о выздоровлении даже. По словам медиков, первое место как в структуре заболеваемости, так и среди причин смертности сегодня занимает рак желудка. Также часто злокачественные новообразования выявляют в легких и молочной железе. Айслу Махмутова, Булат Молдагалеев, Актубе, Хабар-24. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok